Вы смотрите программу «Город С» в студии Нарумянцева. Здравствуйте! Одним из важных элементов социальной политики государства является забота о благополучии его граждан. Всем известно, что на материальную помощь и иные меры поддержки могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и безработные. Однако помощь от государства могут получить и взрослые, и дееспособные люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Есть ряд выплат и льгот, о которых мы с вами можем и не знать. Скажем, что такое социальный контракт? Кто и как может воспользоваться этой программой? На какую помощь, в том числе выплаты, могут рассчитывать граждане по соцконтракту? Кому оказывает бесплатные услуги Государственное юридическое бюро? В этих вопросах мы и будем разбираться сегодня. А помогут нам в этом наши эксперты. Начальник территориального отдела города Самары Минсоцдемографии Самарской области Алла Рузанова. Алла Вячеславовна, здравствуйте! И директор областного Госюрбюро Ольга Пехтулова. Здравствуйте, Ольга Ивановна! Здравствуйте! Алла Вячеславовна, расскажите нам, пожалуйста, что же такое социальный контракт? Вообще это региональная или федеральная программа? И как давно она существует в Самарской области? Социальный контракт – это помощь государства семьям с детьми и одиноко проживающим гражданам в трудной жизненной ситуации. Это федеральная программа с региональным софинансированием. Это не просто выплаты, а целый план действий, который направлен на увеличение доходов граждан. Данная программа существует уже более 10 лет, но ранее она функционировала немного в ином виде. Предоставлялись небольшие суммы, в основном на развитие личного подсобного хозяйства. В том варианте, в котором сейчас функционирует данная программа, она у нас действует с 2021 года. А кто может воспользоваться этой возможностью? Воспользоваться возможностью получить денежные средства в рамках социального контракта могут малоимущие граждане и семьи с детьми прежде всего, средний душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения. На данный момент он у нас составляет 14 526 рублей. Вот здесь еще также хотел бы обратить внимание, все мы знаем, что 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. И в соответствии с указом президента, многодетные семьи у нас имеют первоочередное право на получение социального контракта. Это важное дополнение. Расскажите тогда подробнее уже, на какую помощь, и в том числе, конечно же, материальную, то есть я говорю о выплатах, могут рассчитывать граждане по соцконтракту. Ну, скажем, в случае поиска работы. Да, социальный контракт предоставляется по четырем направлениям. Одно из направлений – это поиск работы. В данном направлении, при условии постановки на учет нашего заявителя в службу занятости, заявитель получает денежную выплату в размере прожиточного минимума. Это 15 833 рубля. Затем, впоследствии, в случае трудоустройства и предоставления информации официальной об этом, заявитель также в течение трех месяцев, наряду с заработной платой, получает ежемесячно также денежные выплаты в размере 15 833 рубля. Кроме того, по данному направлению, возможно получить 30 000 на обучение или повышение квалификации. Но только в том случае, если выбранного обучения, форма обучения нет в службе занятости. В службе занятости, в общем-то, очень такой значительный, расширенный перечень обучения, который заявитель может получить бесплатно. Тем не менее, если выбранного направления нет, заявитель наш может воспользоваться денежными средствами в размере 30 000, заключить договор с официальной образовательной организацией и пройти обучение. И в процессе прохождения обучения, но не более трех месяцев, также будет дополнительная помощь в размере половины прожиточного минимума, это около 8 000 рублей. Ну вот таким образом, если воспользоваться всеми условиями по данному направлению, сумма денежных средств составляет 117 000 рублей. Какая солидная сумма. Да, неплохая поддержка. Это вот мы говорили, случай поиска работы. Теперь предусмотрена и помощь при создании и поддержке ИП. Как это работает? Да, следующее направление это социальный контракт на индивидуальное предпринимательство. Здесь хотелось бы отметить, это наиболее востребованное направление. Более 50% наших получателей социального контракта как раз воспользовались именно данным направлением. По данному направлению заявитель может получить денежные средства до 350 000 рублей. Более конкретно сумма определяется, конечно, в соответствии с выбранным направлением, оформленным бизнес-планом, определенным перечнем товаров, которые необходимы для деятельности. Также учитывается квалификация заявителя. И мы пользуемся в определении данной суммы бизнес-кейсами, которые разработали наши партнеры из регионального центра «Мой бизнес». Здесь также хотелось бы отметить, что 10% от полученной суммы социального контракта заявитель имеет возможность направить на оформление различной разрешительной документации. Это лицензии и какие-то еще уставные документы. 15% возможно направить на аренду помещений для необходимой деятельности и 5% на рекламу, на продвижение своей продукции. Необходимые документы, помимо документов личного хранения, необходимо разработать бизнес-план. В данном случае здесь также помогают наши партнеры из нашего регионального центра «Мой бизнес». И необходимо определиться с перечнем оборудований, предоставить прайс-листы на данное оборудование. Успешные практики у нас в основном, конечно, это бьюти-индустрия. Для женщин это парикмахерские услуги, ногтевой сервис. Для мужчин свои направления. Автомастерские, ремонтные работы, фотоуслуги очень пользуются спросом. Хорошее ремесло. Если речь идет о своем подсобном хозяйстве, что вы предлагаете таким гражданам? Да, одно из направлений – это личное подсобное хозяйство. Учитывая специфику города Самары, это не настолько востребованное направление, но тем не менее это имеет место быть, и у нас довольно значительное количество социальных контрактов на личное подсобное хозяйство. В рамках данного направления заявителю предоставляется сумма до 200 тысяч рублей. Это в основном сельхозоборудование, теплицы. В рамках данного направления возможно получить денежные средства на организацию своего дела по растениеводству, животноводству, пчеловодству. Также даже в Самаре имеет место быть. По данному направлению необходимо, помимо того, как определиться с перечнем оборудования, необходимо, конечно же, наличие участка с определенным, с разрешенным видом использования без обременения. И если это животноводство, необходимо разрешение из ветеринарной службы. Ничего сложного в этом нет, и наши заявители, в общем-то, все это оформляют, справляются с оформлением. Сотрудники всегда помогут. А вот для преодоления трудной жизненной ситуации, какую помощь оказывает население? Трудная жизненная ситуация – это одно тоже из направлений социального контракта. Максимальная сумма денежных средств составляет почти 95 тысяч рублей. Но здесь получить по данному направлению денежные средства возможно лишь в соответствии с определенными и утвержденными приказом Министерства социально-демографической семейной политики 11 пунктов трудной жизненной ситуации. Ну вот, например, наличие заболеваний не менее двух месяцев и нахождение человека на амбулаторном либо стационарном лечении. Отсутствие мест в детских садах, что вот очень актуально для Самары, много очень у нас обращений таких. Потери, к сожалению, кормильца в семьях, где есть несовершеннолетние детки. Ну вот, чрезвычайные ситуации, пожар и другие направления. — Ольга Ивановна, а к вам в бюро юридическое обращаются иногда граждане, которые вот хотят заключить соцконтракт? Возможно, с какими-то вопросами консультационного характера? — По практике обращений у нас таких обращений нет, потому что соцслужбы работают настолько четко, что каких-либо вот обращений, проблемных вопросов к нам вот по данному направлению работы не поступают. — Но если бы возникли эти вопросы, наверное, вы бы тоже могли оказать квалифицированные консультации? — Конечно, конечно, но у нас тоже четкий определенный перечень вопросов, поэтому к нам можно обратиться по многим вопросам, но не по всем. — Понятно. Мы об этом чуть позже поговорим. Давайте тогда вернемся все-таки. Мы еще не все, так сказать, темы обсудили. Расскажите, какие специальности и направления деятельности рассматриваются в случае поддержки и создания ЭП? — Ну, я вот уже озвучила, повторюсь и добавлю, да, это на самом деле направлений очень много. Вот повторяюсь, это бьюти-индустрия, вот еще не озвучила, очень пользуются спросом кондитерские услуги. Замечательные вот выпечку у нас наши заявители вот тоже организуют. — А кто этим занимается, как правило, это женщины? — Ну да, конечно, это в основном женщины. — Направлений очень много. Это и организация праздников, и вот предоставление даже юридических услуг, организация кабинетов. В общем-то, вот самые разнообразные направления. Мужчины, я уже озвучила, это в основном, конечно, более такие серьезные, тяжелые. Это ремонтные работы, приобретение станков различных, организация деревообрабатывающих мастерских, автомастерских, шиномонтажные цеха вот такие открывают небольшие. — Я не случайно попросила вас это повторить, потому что это очень важная информация. Люди часто не понимают, ну что же я там могу найти для себя конкретно. Оказывается, большой-большой выбор. Если поискать, то можно найти действительно. Куда обращаться? В какое управление соцзащиты Самары? — Обращаться необходимо в управление социальной защиты по месту жительства. В каждом районе Самары у нас открыто несколько офисов. Все данные, контакты я оставлю в студии. — Мы сейчас попросим, чтобы нам вывели на экран эти телефоны, да. А пока с вами продолжаем разговор. То есть там выбор большой, по каждому району, я так понимаю, есть свои офисы, да, телефоны. Каков список необходимых документов для оформления? — Ну, список документов по каждому направлению разный. Вот если мы говорим про трудоустройство, я уже озвучила, здесь необходимо зарегистрироваться на сайте работы в России, встать на учет в службу занятости и принести эти документы в управление социальной защиты. Затем уже в процессе трудоустройства необходимо каждый месяц подтверждать факт трудоустройства, справка с места работы. — Индивидуальное предпринимательство. Здесь, конечно, более сложный пакет документов. Помимо документов личного хранения, повторяю, это бизнес-план. Это различные коммерческие предложения. Вот. Также приветствуется опыт работы, заявитель предоставляет какие-то рекомендательные письма, дополнительные дипломы об образовании. Личное подсобное хозяйство — это наличие участка без обременения, с целевым использованием, в общем-то, и смета расходов, смета оборудований, которые необходимы человеку. И трудная жизненная ситуация, здесь вот тоже возвращаюсь, если это заболевание, то это справка из поликлиники, если, к сожалению, пожар или какая-то еще чрезвычайная ситуация, тоже справка из соответствующей констанции. — Ну так, в принципе, это все достаточно просто. Людям, если что-то непонятно, то всегда специалисты подскажут. — Конечно, всегда проконсультируют. Помимо того, повторяю, что вот наш региональный центр, наши партнеры, мой бизнес, также они консультируют граждан, помогают вставлять бизнес-планы. И сотрудники, конечно же, нашей системы управления социальной защитой. — В какие сроки оформляются вот эти все документы? То есть, как скоро уже начинает помощь поступать? — В соответствии с законодательством, принятие решения у нас происходит в течение месяца со дня обращения заявителей. За этот месяц у всех есть возможность, конечно, сформировать необходимый пакет документов. — Можете ли сказать, какое число жителей Самары уже заключили социальный контракт за весь период работы с этим проектом и пользуются этими возможностями? — Ну вот на данный момент, если мы говорим про этот год, 2024, уже более тысячи человек заключили социальный контракт. Хотя еще мы не так долго работаем в этом году. Вообще, начиная с 2021 года, уже более 9 тысяч самарцев заключили социальный контракт. Ну и также, вот просто, наверное, тоже интересно будет, могу озвучить цифру по области, это почти 25 тысяч жителей области заключили социальный контракт. — Это интересная цифра, на самом деле. А как меняется активность наших земляков в желании заключить социальный контракт? Вот в начале первый опыт вы берете и сегодняшний день? — Ну, вы знаете, на самом деле активность достаточно высокая на протяжении всего времени. С 2021 года активность не спадает, количество желающих у нас достаточное, но мы всех готовы принять, отработать и выдать необходимую помощь. — Ну вот теперь ждите, хлынет новый поток посетителей, к вам работы прибавятся. — Конечно, будем только рады. — Я вот о чем говорю. — Ольга Ивановна, в органы соцзащиты можно обратиться за получением бесплатной юридической помощи, как я уже говорила. — Какие категории граждан могут на нее рассчитывать? На бесплатную юридическую помощь? — Категории граждан достаточно много, и данный перечень постоянно совершенствуется, расширяется, приумножается. И хочется сказать, что в начале пути это было всего лишь четыре категории граждан, сейчас достаточно много, то есть это порядка уже больше 20. — Это малоимущие граждане, инвалиды первой, второй и третьей группы, дети-инвалиды, дети-сироты, соответственно, их законные представители, несовершеннолетние дети и их законные представители, если обращаются в интересах несовершеннолетних детей. На сегодняшний день многодетные семьи включены в перечень категории, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь. Это ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда Самарской области и Российской Федерации. И, конечно, на сегодняшний день это участники СВО и члены их семей. То есть это вот основные такие категории, но их намного шире, я думаю, что перечисляют. — То есть индивидуальный какой-то подход тоже рассматривается? — Конечно. То есть, конечно, с каждым гражданином, у каждого гражданина, каждой категории свой вопрос, с которым он обращается. То есть у пенсионеров это одно. — Естественно. — У многодетных семей это другие вопросы, конечно. — А в какой форме можно получить такую помощь? — Помощь достаточно обширная. Бесплатная юридическая помощь оказывается в устной форме, в письменной форме, в виде подготовки документов правового характера различных. То есть это жалобы, заявления, иски и так далее, исковые заявления, а также представительство в судах, представительство интересов гражданина в суде и в органах государственных и муниципальных, в организациях, в органах и организациях. — И, наверное, вы помогаете собрать какие-то нужные все документы, да, подсказать? — Конечно, конечно. Первичные консультации на устные, определяется круг вопросов, определяется объем помощи. То есть юрист берет в работу, иногда гражданину кажется, что проблема или вопрос достаточно объемный, серьезный. На самом деле, поговорив с квалифицированным юристом, то есть вроде как и беды пропадают, и тучи рассеиваются. А бывает, что в ходе выяснения проблемных вопросов, то есть одних, появляются другие. Поэтому это, конечно, работа каждого юриста с каждым гражданином отдельно. — Куда нужно обращаться? Где находится у нас Госюрбюро в Самаре? — Госюрбюро находится в Самаре. Головной офис — это улица Революционная, 145А. Это наш новый офис. Мы буквально год в нем находимся. Это логистически удобный расположенный офис, то есть с подъездными путями, соответственно, это трамвай, автобусы, остановки рядом. Со всех районов к нам приезжают, то есть это большой, светлый, теплый, удобный для всех, для мобильных граждан в том числе, офис, где работают непосредственно юристы Самары. Ну, по области у нас много офисов еще. — Записываться на прием заранее нужно? — Да, конечно, чтобы не создавать такую очередь, да, и, соответственно, к нам приходят и пенсионеры-инвалиды, тем более сейчас лето и жарко. Вот, работают юристы по предварительной записи, то есть если люди мимо проходят, проезжают, они заходят лично, записываются. Если по телефону дозваниваются, то есть любыми формами можно записаться. — Как удобно? — Как удобно. — Как удобно, гражданин. — А вся ли все-таки помощь бесплатная или есть услуги, которые подразумевают какую-то оплату? — Нет, это однозначно исключительно бесплатная юридическая помощь для гражданина, то есть как бы никаких оплат, никаких пошлин, это исключено. — Расскажите, давайте немножко в историю заглянем, да, когда появилось Госюрбюро, я так думаю, что лет 12, наверное, как минимум оно уже существует. И как себя зарекомендовало вот за эти годы работы? — Госюрбюро появилось немножко больше, нам уже больше 17 лет, и для Самарской области это было, как сказать, такое приоритетное исключительное право войти в десятку субъектов, где в 2006 году начался эксперимент по созданию государственных юридических бюро. Всего в этот эксперимент вошло 10 субъектов из всех существующих в Российской Федерации. И после чего, после определенных лет, то есть данный пилотный проект, работа данного проекта была признана успешной, соответственно, на сегодняшний день очень активно перечень Госюрбюро, то есть субъекты, в которых открывается Госюрбюро, расширяется. Но мы вот были одной из первых, то есть мы вошли в десятку, это 2006 год. — Начиналась наша история всего лишь с четырех подразделений, структурных подразделений. На сегодняшний день на территории Самарской области работает 14 структурных подразделений, соответственно, Самара, и наши юристы представлены почти на всей территории области. — Ну, на всех наших граждан, желающих к вам обратиться, хватает специалистов? — Стараемся, конечно, принять каждого, и помощь исключительно направлена, чтобы охватить максимальное количество граждан. Ну, конечно, и здесь и выездные консультации, то есть там, где юристы стационарно не находятся, в том районе, либо в том муниципальном образовании. То есть юристы выезжают, есть форма выездных консультаций, конечно, стараемся доехать до каждого и помощь оказать максимально возможному количеству граждан. — Вот если человек заранее записывается на прием, сколько максимально он может ждать? — В Самаре, конечно, с учетом большого количества граждан, в силу того, что мы областной город, и у нас достаточно много получателей бесплатной юридической помощи, категории, вот кто к ним относится, конечно, запись юристов на две недели вперед. Но в силу того, что мы мобильные, мы всегда готовы здесь и сейчас оказать помощь, конечно, есть и исключения, и бывает, что и в день обращения помощь оказывается. Ну, как минимум, будет определенный вопрос и какая-то логистическая цепочка, куда идти и что делать. То есть это вот, ну, как мобильная юридическая скорая помощь. — Ну, и на самом деле, две недели подождать — это тоже не так уж и много. — Нагрузка очень высокая, ну, потому что Самара — это все-таки областной город, и здесь вопросы другие, и более серьезные, и более такие крупные, сложные и так далее. — А как часто интересы обратившихся граждан представляете в суде? — Вы знаете, я поднимала статистику, готовясь вот к сегодняшнему разговору. Ну, за последние три года и за вот прошедший период этого года это более 800 раз. То есть это достаточно серьезная цифра, но здесь все зависит от заявителя. То есть многие заявители сами идут и, соответственно, как бы представляют сами свои интересы. здесь зависит еще от качества подготовки документа. То есть если юрист качественно подготовил документ, с которым гражданин пойдет в суд, то и вопрос не такой сложный, потому что вопросы, конечно, разные, да, которые, допустим, несложные, и понятный результат какой будет. Вот, поэтому здесь зависит от гражданина. Если гражданин заявляет вот о желании получить такую услугу, то, конечно, мы идем, и вот за последние три с половиной года это более 800 представителей в суде было. — Это большое число, на самом деле. Это большое число. А какие категории граждан чаще всего обращаются к вам за помощью? — В основном, конечно, это социально незащищенные, это пенсионеры, это инвалиды. Вот сейчас, конечно, большое количество обращений это от членов, участников СВО, от ветеранов боевых действий. То есть, ну вот, в основном, такие категории. — У нас еще остается немного времени. Алла Вячеславовна, что-то по соцконтракту хотели бы дополнить, обратившись вот сейчас к нашим телезрителям? — Да, могу дополнить. У нас произошли изменения, законодательство, в общем-то, меняется, и с января текущего года внесено в законодательство вот следующие изменения основные, скажу. Если ранее состав семьи при назначении помощи в рамках социального контракта мы определяли, включая и учитывая всех совместно проживающих членов семьи, то с января этого года состав семьи определяется, это родители и дети. То есть, ну, это, в общем-то, в пользу наших заявителей. То есть, не учитывают совместно какие-либо проживающие родственники. Вот. А вот еще одно из обязательных требований законодательства — это введено обязательное тестирование. Я объясню, что это такое. При сдаче документов заявитель обязан пройти также в управлении социальной защиты тестирование на предпринимательские компетенции. В случае успешного прохождения тестирования у него есть право сдать документы. Если заявитель не прошел тестирование, ничего в этом страшного нет, пугаться этого абсолютно не стоит. Мы таких граждан направляем, опять же, к нашим вот партнерам в «Мой бизнес», где они абсолютно бесплатно проходят обучение по предпринимательским компетенциям и уже без всякого анкетирования сдают нам документы. То есть обучение у них происходит недолго, в течение двух-трех недель. Еще одно тоже условие — это перечисление средств теперь возможно лишь после того, как получатель социального контракта оформил статус либо индивидуального предпринимателя, либо самозанятого, что говорит о серьезности его намерений. Но это вот основные такие моменты. Но это важное дополнение, на самом деле. В любом случае, надо понимать, что если возникнут какие-то сложности или покажется, что что-то там невозможное, то надо понимать, что невозможного ничего нет. Специалисты помогут разобраться. Ольга Ивановна, что-то хотите добавить по вашей теме? Я хочу добавить очень важный момент и акцентировать внимание про бесплатную юридическую помощь на территории Российской Федерации, которая оказывается, и в частности, в нашей области. Что основным провайдером оказания бесплатной юридической помощи является наше учреждение. То есть государственное казенное учреждение Самарской области, Государственное юридическое бюро по Самарской области. И какая-либо бесплатная юридическая помощь, которая потом оказывается небесплатной, вот все-таки призываю граждан Самарской области, особенно пенсионеров, инвалидов, которые не ориентируются, прежде чем отдавать нерадивым юристам какие-либо средства за оказание помощи, которые обещают оказать, все-таки перепроверить, обратиться к родственникам, к соседям и обращаться к государственным учреждениям, которые действительно оказывают бесплатную юридическую помощь в том понимании, как это определило государство. Я бы тут подчеркнула бесплатную и квалифицированную. Разумеется. Наше эфирное время подошло к концу. Уважаемые гости, я благодарю вас за очень важную и полезную информацию. Я очень надеюсь, что наши телезрители смогут воспользоваться всеми вашими подсказками, сегодня прозвучавшими. Напомню, сегодня нашими гостями были Алла Рузанова, начальник территориального отдела города Самары, Минсоцдемографии Самарской области и Ольга Пехтулова, директор областного Госюрбюро. Еще раз благодарю вас. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин